Слава Господу! И когда мы открываем свое сердце перед Ним, Бог всегда открывает свое сердце для нас. И спасибо группе Прославления за чудесное прославление, потому что они с открытым сердцем сегодня служили Господу. И если вы открывали свое сердце, Господь обильно наполнял вас. И я думаю, что мы будем дальше открывать свое сердце для того, чтобы принять то Слово, которое Господь может сегодня проговорить к вам. Пусть Бог сегодня проговорит к вам то, что именно нужно вам. У Бога есть Слово на каждый день для каждого из нас. У Него есть ответы для нашей жизни. У Него есть все, что нам нужно. Но нам нужно открывать свое сердце и говорить, Боже, говори то, что нужно для меня. И пусть Бог сегодня благословит и говорит к вам. И сегодня у нас хорошее время, когда мы можем сидеть вместе, когда мы можем наполняться Духом Святым, когда мы можем читать Слово, когда мир сегодня в нашей стране. Еще только прошлый четверг мы молились за Украину, за президентские выборы. И сегодня мы уже имеем выбор народа Украины. Сегодня мы уже имеем результат определенный. Но это не значит, что нам нужно останавливаться в молитве. Нам нужно продолжать. Но есть за что славить Бога. Есть за что славить Бога за то, что Он дал мир Украине, за то, что все прошло благополучно. И мы верим, что и там, где еще нету мира, Господь пошлет. И сегодня вы уже все знаете, кто наш президент. И хасло нашего президента, предвыборщей кампании было «Житы по-новому». Помните? Житы по-новому. И наши сестрочки говорили, да. Идут после рекламного и говорят, «Житы по-новому, красного цвета». Жить по-новому можно только, когда кровь Иисуса Христа омывает нас. Когда только мы спасаемся, мы можем жить новой жизнью, а иначе нельзя. И когда мы с вами однажды спаслись, и Бог нам дал эту новую жизнь, проходят времена, проходят дни, года, и где-то мы с вами останавливаемся жизнью, живем уже не так, как жили вначале. Мы, когда становимся вначале христианами, мы говорим, «Боже, классно, у меня новая жизнь, я хочу жить этой новой христианской жизнью». И потом, на протяжении какого-то времени, не приходят трудности, и мы где-то уже не живем так, как Господь предназначил для нас жить. Вы знаете, что всем нам Бог дал новую жизнь? Это жизнь, которая помещена внутри нас. Аминь. И эта жизнь, это не просто Бог нам дал жизнь, но Бог нам дал жизнь какую? С избытком. Жизнь с избытком. И сегодня тема моей проповеди «Жизнь с избытком». Я хочу, чтобы мы говорили на эту тему, потому что это актуально, и вы поймете, почему. Мы сегодня посмотрим на это местописание немножечко с другой стороны, не так, как мы привыкли всегда на него смотреть. И местописание, о котором мы будем сегодня говорить, это Иоанна 10.10. Вы можете свои Библии открыть, не лениться, потому что если наши глаза смотрят в Слово Божье, наш Дух питается, наше сердце наполняется, и нам нужно не лениться открывать Библию, электронную или бумажную, нам не нужно лениться носить свою Библию с собой. Когда-то мы носили тяжелые Библии в сумках, а сейчас нам иногда ление уже взять. Мы уже начитаны и много всего знаем. Нам нужно продолжать ходить с оружием и мечом в своей жизни. И вот давайте мы откроем. Здесь написано Иоанна 10.10, известное местописание. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Дьявол еще никого не благословил. Он приходит только, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел, говорит Иисус, для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. По этому местописанию есть много разных толкований. Много-много всего. И это хорошо. Дух Святой открывает каждому то, что нужно. Но мы сегодня посмотрим с другой немножечко стороны. Когда Господь говорит, я пришел для того, чтобы вы имели жизнь, нам нужно задуматься, что такое жизнь. Что такое жизнь? Вы можем задать себе вопрос. Жизнь, по идее, можно охарактеризовать по-разному. Жизнь – это то, что происходит ежедневно. Это определенная энергия. Это какое-то движение. Отсутствие жизни – это остановка движения. Это отсутствие энергии. Это остановка биения сердца. Это когда нет жизни. И обратите внимание, что жизнь – это нематериальная вещь. Хотя она затрагивает материальные и физические вещи. Но если исчезает жизнь, исчезают и материальные, и физические тела. Жизнь человека уходит, и тело его исчезает. Жизнь может появиться только от другой жизни. Жизнь может дать только живой. И у каждого человека родил другой человек. Итак, если говорить об этом, мы можем увидеть, что жизнь – это нематериальная штука. Это что-то духовное. Но она влияет на физический мир. Она дается физическому миру. И жизнь, мы можем сказать, это не имение, которое мы имеем. Это не какие-то вещи, которые вокруг нас. Но это что-то духовное. Все материальное, оно может исчезнуть в один момент. А жизнь может продолжаться. И жизнь, о которой говорит здесь Иисус, – это жизнь Христа. Это жизнь с избытком. Это жизнь с избытком, не жизнь с огромным имением и валютой в банке. Потому что иногда мы хотим, чтобы такая жизнь с избытком была. И это неплохо. Бог и такое дает. Но здесь главное, на первом месте Господь показывает другие вещи. И это подтверждается местописанием, где Бог говорит в Луки 12, 15. Он говорит, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Жизнь человека не зависит. Сегодня имение изобилия есть, а завтра нет. Сегодня что-то люди имели на Востоке, на Украине даже, и его сегодня уже нет. И вы знаете, это все исчезает в один момент. В один момент от наводнений и катастроф может все материально исчезнуть, но жизнь может остаться. И именно Господь говорит о жизни, вот этой вот, жизни человеческой. Евангелие дает нам ответ, что такое жизнь. Очень четко и ясно. Иоанна 11, глава 25 стих. Иоанна 11, глава 25 стих. Мы сегодня будем часто смотреть в Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна чудесное Евангелие, как и все остальные, и вся Библия вместе. Но в Евангелии, в этом Евангелии сказано, Иисус говорит, «Я есть воскресение и жизнь». Иисус есть жизнь. В Иоанна 14, главе 6 стихе. «Я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к отцу, как только через Меня». Эти два местописания, они четко нам указывают на то, что жизнь – это Иисус Христос. Что жизнь – это Господь. И мы все это прекрасно понимаем. Весь физический мир сотворен только потому, что была жизнь вначале. Вначале было что-то особенное. И каждый из нас, рожденный от Бога, мало того, что мы рождены от физического тела, от физических родителей, но мы рождены от Бога. И об этом сказано в слове Виакова 1, 18. «Восхотев, родил Бог нас Словом истины». Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Господь родил каждого из нас Словом Божьим. И это указывает на то, что Слово – это то семя, которое приносит жизнь. Слово – это то, что дает нам жизнь и возрождает. Слово – это то, что приносит что-то истинное. В 1 Петра 1, 23 это подтверждает. «Возрожденные» говорится, что «мы возрожденные не от тленного семени, а от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек». Слово Божье живое. И давайте мы скажем «Слово Божье живое». И это Слово, оно в руках каждого из вас. И каждый день вы приходите к жизни, каждый день вы можете общаться с живым Богом. Слово Божье принесло нам жизнь в нашу жизнь. И вернемся к нашему местописанию Иоанна 10, 10. Здесь написано, повторяюсь, «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Жизнь – это наш Иисус. Жизнь – это Слово Божье. Жизнь – это Дух Святой. Это Бог три единые. И это жизнь. И Бог говорит, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Там не написано «И жизнь с избытком», но «И мели с избытком». Что такое избыток? В словаре написано, что избыток – это излишек, остаток, превышающий потребность, обилие и полнота. Это, ну, у тебя его так много, что некуда деть, тебе нужно кому-то еще отдать. У тебя оно переливается через край. У тебя полный стакан и льется из стакана уже. Это жизнь, это избыток. Когда избыток – это классно, это хорошо. И Бог, Он знает это, и Он нам дает. И Господь желает, чтобы мы имели избыток, жизнь и имели с избытком. Самое главное, что здесь Бог говорит, Он говорит, чтобы мы имели полноту, обилие, излишек жизни. А значит, чтобы и мы имели обилие, полноту, излишек Христа в своей жизни. Чтобы мы имели изобилие, полноту, излишек Слова Божьего в своей жизни. Чтобы это духовное, оно переполняло наши сосуды и изливалось через край на других людей. И чтобы это было, оно текло через нас, чтобы это переполняло нас. Божье желание таково. Он хочет, чтобы мы имели эту жизнь с избытком. И прежде всего, внутри нас. Внутри нас. Это самое главное, что Господь желает. Вы знаете, я когда-то стояла в молитве, молилась за определенные нужды и исповедовала этот стих. И говорила, Господи, я имею... Вставала каждое утро и говорила, Боже, я благодарю Тебя, что я имею жизнь и имею с избытком. И каждое я не говорила. И просто на протяжении некоторого времени я просто исповедовала для того, чтобы получить какие-то ответы на свои нужды физические и материальные. Но что я заметила? Когда я это говорила, когда я молилась этим словом, я заметила, что кроме того, что приходили ответы от Бога на материальные какие-то нужды, я каждый день оживала в нем. Каждый день у меня приходила, знаете, энергия внутренняя. У меня просто как бы радость приходила, наполнение. И мне хотелось поделиться с кем-то жизнью, которая внутри, Иисусом Христом. Я говорила, Боже, как-то мне так хорошо, мне так жажду Тебя еще больше. И это потому, я потом поняла, Бог мне показал, Ты говоришь, что Ты имеешь жизнь и жизнь с избытком. Жизнь, которая внутри Тебя, она с избытком. Ты это говоришь, ты это высвобождаешь, ты молишься, и я Тебе даю это. И это прекрасно. И Бог желает этого для нашей жизни. Давайте мы посмотрим одно местописание. Иоанна 4 глава с 12 по 14 стих. В Иоанна 4 главе рассказывается история о Самарянке, которая пришла начерпнуть воды из колодца. И там она встретила своего Господа Иисуса Христа. Она встретила Бога. И вот с 12 стиха, даже с 11 написано. Женщина говорит ему, Христу, Господин, Тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубокий. Откуда у Тебя живая вода? Потому что Иисус говорит, Я Тебе воду живую дам. Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ, Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей, жизнь вечную. И тогда женщина сказала, дай мне этой воды. И когда мы вернемся к 12 стиху, женщина говорит, Откуда у Тебя живая вода? Она не знала, кто Он. Но у Иисуса была живая вода, вода жизни. Вода жизни, которая оживляла. И она говорит, ты что, больше нашего отца Иакова, который колодцы копал, когда в пустынные места заходили, он выкапывал. И тут так интересно сказано, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его. Вы знаете, эта женщина привыкла пить из этого колодца, потому что все ее отцы, деды, животные, дети, все пили из этого колодца. Другого она не знала. И мы можем в этом увидеть, что все люди в этом мире, не знающие Бога, они пьют из колодца, который передают им их деды, прадеды и все поколение неверующих людей. Сегодня люди, не знающие Бога, они пьют воду, которую думают утолить их жажду. Люди сегодня в этом мире, чтобы жить и радоваться, подкрепляют себя водой, но не живою. Они могут идти в бары, пить там что угодно, веселиться, гулять. Кто-то, может, наоборот, впадает в работу. Для кого-то важна семья, для кого-то на первом месте деньги, для кого-то на первом месте стоит власть, для кого-то здоровье. И это те колодцы, где они черпают силу. И если людям плохо в чем-то, и некоторые говорят, для меня самое главное в жизни – это мои дети. Для меня самое главное в жизни, чтобы деньги были и еще что-то. И они черпают оттуда свою уверенность. Они черпают оттуда все для того, чтобы им чувствовать себя хорошо. И весь мир черпает силы для жизни из материальных вещей. Весь мир черпает силы для жизни из колодцев, которые являются ненадежными. И знаете, если человек хочет восполнить свои духовные нужды через какие-то материальные вещи, это называется материализм. Когда мы восполняем духовные нужды, потребность в том, чтобы меня любили, потребность в том, чтобы мне чувствовать себя уверенной, потребность в том, чтобы чувствовать себя значимой. И человек, который черпает это из каких-то материальных вещей или из других каких-то людей, это человек, который, можно сказать, материалист, если он из материальных вещей. Например, чтобы чувствовать человеку значимым, ему нужна самая модная машина, которая только есть. Если этой модной машины не будет у него все, у него не будет никакой значимости, и он будет все силы прикладывать для того, чтобы у него это было. Иначе у него жизнь не сложилась. А мы, как верующие, Бог нам предлагает совсем другое. Он хочет, чтобы мы, вне зависимости от того, самая модная у нас машина, или она 2013 года, или 2012, или еще какого-то, мы чувствовали себя хорошо. Или у нас ее вообще нет. И чтобы чувствовать себя любимым человеком, иногда некоторые думают, чтобы меня любили, мне нужно сделать то, то и то. Потому что если я этого не сделаю, то меня никто любить не будет. И многие люди из-за того, чтобы их любили, приходят к разным вещам, которые не нужны им. Но Бог предлагает сегодня другое. В эту ловушку могут попадать и христиане. Мы, как верующие люди, мы тоже можем сбиваться с пути, который Бог нам дает. В 13 стихе эта женщина говорит, Иисус отвечает ей, «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять». Ну так оно и есть. Человек, который пьет воду, не ту, которую дает Господь для подкрепления своей внутренней жизни, это человек, который будет никогда, будет всегда неудовлетворенным. Заработал деньги, построил дом, купил машину, еще, но этого мало. Если у человека будут какие-то материальные вещи или то, что он хотел, удовлетворения никогда не будет, вы все это знаете. И удовлетворение может прийти только от Господа. И люди, они будут всегда жаждать, и никогда не будут удовлетворены. Дальше в 14 стихе он говорит, «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». И если сегодня мы пьем из источника, который дает Господь, а это Он Сам, если мы сегодня пьем живую воду Божью, то мы не будем жаждать вовек, потому что у нас, написано, Он сделается в нем источником воды. У нас появляются источники живой воды. У нас появляется та жизнь, которую Господь вложил. Но почему иногда мы не течем в этой жизни? Почему иногда мы в этой жизни тоже не удовлетворены? Почему иногда эта жизнь не течет, и реки воды живой не текут? Почему? Это вопрос. И мы еще к этому вернемся. Мы можем просто подумать об этом сами еще для себя. Святой Дух – это и есть та живая вода. Иоанна 7, 7 глава, с 38 по 39 стих читаем. Иоанна 7, 38-39. Вы такие молодцы, все следите за Библией, слава Богу. Все питаете свой Дух через Слово Божье. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из шрева потекут реки воды живой. Из шрева – это означает не из живота, а из моего Духа, из моего сердца. Не надо откармливать себе чрево, чтобы из него текли огромные реки живой воды. Это не о том чреве, это сказано о Духе. И из этого Духа, из нашего сердца будут течь реки живой воды. Всякие, кто верует в Меня. Всякие, кто верует в Меня. То есть у тебя и меня должны через жизнь истекать реки живой воды. И знаете, реки текут тогда, когда мы переполняемся Богом, когда Бога много в нашей жизни, когда в нашей жизни радость, когда мы исполняемся Духом Святым. Заметьте, что в этом местописании не сказано о материальном. Хотя это касается, реки воды живой могут касаться материального. Когда вы переполнены Богом, когда вы переполнены Его Словом, когда вы переполнены и исполняетесь Духом Святым, это касается не только вашего Духа. Через это приходит исцеление для вашего тела. Исполнение Духом Святым приносит исцеление. Когда вы переполнены, вы можете получить исцеление прямо, читая Библию, прямо исполняясь Господом в своей тайной комнате. Вы можете получить благословение Господнее прямо оттуда, от самого Господа Иисуса Христа в тайной комнате. Все, что вам нужно для вашего Духа и для вашей жизни, оно уже есть. И это касается, когда реки живой воды истекают из вас, они влияют не только на вас, они влияют на всю вашу семью, с которой вы живете. Ваши дети, они принимают огромные Божьи благословения. Ваш муж и ваша жена, они просто должны купаться в этих реках живой воды. Они должны, знаете, они должны просто быть в этом благодать, они должны чувствовать это все. Также мы можем сказать, что ваши неспасенные родные, находясь рядом с вами, они будут чувствовать благодать от Бога. Ваши работники по работе, они тоже будут ощущать, когда вы исполнены Богом. Это будет обязательно переноситься на других. Да и вообще, когда мы исполнены Богом, мы не сможем молчать о Боге на любом месте. На любом месте. И в третьем Иоанна сказано, возлюбленный, я молюсь о том, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает твоя душа. На первом месте преуспевает должна душа, но потом уже написано, ты будешь здравствовать и преуспевать во всем. Когда твоя душа будет преуспевать в Боге, тогда ты будешь здоровым в теле. В здоровом теле здоровый дух, говорили, да? Но мы должны знать, что когда мы с вами преуспевает наша душа, когда она наполнена Богом, наши тела будут здоровы. Наши имения Господь будет благословлять до избытка. Мы не будем ощущать нужды в материальных вещах, потому что Бог будет нас обеспечивать. На первом месте должно быть преуспевание нашей души. Мы должны преуспевать сегодня в душе. Наша жизнь с избытком должна внутри нас быть. Это прежде всего. Мы должны сегодня ревновать по преуспеванию в Боге. Мы должны сегодня ревновать, чтобы преуспевать в Господе, в Нем ходить, в Нем жить, в Нем идти на всяком месте проповедовать Его. И Господь ревнует об этом. В Римлянам 14 главе, в 17 стихе сказано, «Царство Божье – это не пища и питье, а что? Но праведность, мир и радость в Духе Святом и так здесь тоже не говорится о материальном. Царство Божье – это не пища и питье. Это не то, что мы едим там или одеваемся каждый день. Это совсем другие вещи. Иисус говорит, «Царство Божье внутри вас есть. Царство Божье внутри каждого из вас вложено. А значит, внутри каждого из вас есть праведность, мир и радость. Это не физическое царство, это духовное. И если я имею жизнь с избытком, значит, я буду ходить с избытком праведности. В моей жизни будет праведность изливаться через край». Что такое праведность? Праведность – это когда я нахожусь в правильном положении пред Богом. И я это ощущаю. Я ощущаю, что я Бог доволен мной. Я нахожусь в правильном положении перед Ним. Дорогие братья и сестры, если вы сегодня с собой недовольны, и вы думаете, что Бог вам и недоволен, вам нужно утвердиться в праведности Божьей. Господь сказал, что если ты покаешься и придешь ко мне и попросишь за свои грехи прощения, то я сразу же прощаю тебя и очищаю тебя от всякой неправды. Потому что Господь наш праведен, и Он дает нам праведность. И каждый из нас должен ходить в праведности и избытке. Каждый из нас должен видеть себя в белых и чистых одеждах. Каждый из нас должен смотреть на себя правильно, как смотрит на наш Господь Иисус Христос. Перестаньте себя осуждать. Перестаньте себя критиковать. Перестаньте себя каким-то образом где-то неправильно о себе думать. Потому что Бог о вас думает правильно. Бог о вас думает хорошо. Бог восхищается вами. Господь говорит, ты праведен. Я смотрю на тебя не по твоим делам, а через жертву Иисуса Христа. Естественно, мы согрешаем много. Естественно, нам нужно каждый день каяться, и кровь Христа омывает нас. Но нам нужно утверждаться в этой праведности. Когда мы праведны, мы радостны. Когда мы праведны, мы наполняемся этой радостью, мы говорим, наши плечи распрямляются, и мы гордо выходим, не гордо, а смиренно перед Господом мы ходим и говорим, я праведник. И если кто-то, враг, будет говорить что-то против тебя, ты скажешь, я ничего не знаю, Господь за меня, я ничего не знаю, Господь за меня. И враг, ты не имеешь никакой силы в моей жизни. Праведность – это огромная сила в нашей жизни. Праведность – это позитивные мысли о себе, это положительные мысли о других людях, это знание того, кто ты во Христе Иисусе. Знаете ли вы сегодня, кто вы во Христе Иисусе? Если вы забыли, кто вы, вам нужно себе напоминать каждый день. Я праведность Божья, я новое творение, вам нужно переполняться этим и ходить в этом, и тогда ваша жизнь будет с избытком. И нам нужно утверждаться в этих вещах. Итак, если я имею жизнь с избытком, я буду ходить в праведности. Также Царство Божье – это мир. Если я имею жизнь с избытком, я буду ходить в мире. Божественный мир, он превыше нашего ума. Тогда, когда происходят тяжелые времена, приходят, мир люди теряют. Вы все знаете, как люди неверующие реагировали на военные события в стране, да и сейчас реагируют. Вы все знаете, что происходит, когда нагнетается обстановка в стране или еще что-то. Это люди, они теряют мир, они не знают, что им делать. У них мысль бежит одна за одной, одна обгоняет другую. Что я буду делать, если будет война? Что я буду делать, куда мне бежать, куда мне ехать? Они в панике, не знают, что делать. И это очень сильно разрушает нервную систему и приводит к болезням. Но Божий мир, он превыше ума. Понимаете, вы вроде бы вообще не думаете об этом, вы ходите радостным. У вас умиротворение внутри. И вы не заботитесь о том, что другие люди заботятся. Потому что Божий мир наполняет. И если вы имеете жизнь с избытком, Божий мир будет рекой истекать из вас. Вы не только будете сами наполнены этим миром, вы еще будете утешать других и говорить, успокойся, все классно, Бог за нас. Вы еще других будете ободрять, вы еще другим будете нести этот мир. И в вашем присутствии люди будут успокаиваться и говорить, слава Богу за то, что ты со мной рядом сейчас здесь на работе. Слава Богу за то, что ты со мной рядом живешь. Слава Богу за тебя, за то, что Христос в тебе. И Божий мир это то, что так нужно каждому из нас. Когда вы ходите в божественном мире, все ваши нужды, о которых заботятся люди, все люди этого мира, что завтра мне одеть, что мне завтра обуть, что мне поесть и все остальное. И они об этом думают и переживают, как будет. Но Божий мир, он превышает наш ум. И когда мы приносим Богу свои заботы, Бог наполняет нас своим миром, и ты успокаиваешься, и ты говоришь, Боже, слава Тебе, что у меня есть что пить, что есть, во что одеться. Спасибо Тебе, что мне всего достаточно, мой холодильник забит продуктами. Спасибо Тебе, что моя семья ни в чем не нуждается. Спасибо Тебе, что у меня всего достаточно. И это благодарное сердце, это открывает сердце Божье, и все приходит в нашу жизнь. Когда мы ходим в Божьем мире, но когда мы в суете, но когда мы в заботе, но когда мы сами бежим впереди Бога, чтобы что-то сделать для себя, и переживаем, вряд ли, что какие-то благословения придут в нашу жизнь, придут потери. Потеря здоровья, потеря еще каких-то других вещей, даже потеря денег. Поэтому нам нужно быть в Божественном мире. Если я имею жизнь с избытком, я буду ходить в радости. Радость. Радость Божья – это не плотская радость. Радость Божья – это внутреннее удовлетворение. Это радость во всякое время. Это радость любой ситуации. И эта радость исходит из благодарного и открытого сердца для Бога. Радость Божья, она не зависит от обстоятельств. Вы радуетесь в любое время. Вы радуетесь, когда вам тяжело, когда вы страдаете, и когда у вас все хорошо. Когда все хорошо, все умеют радоваться. Но когда вы проходите страдания за Иисуса Христа, легко ли радоваться? Нелегко. Но Божья радость и мир, она должна переполнять сердце. И это жизнь с избытком. Это жизнь с избытком. И от обстоятельств эти вещи не должны зависеть. Обстоятельства очень сильно меняются. Каждый день происходит что-то разное. И нам нужно это признать. Всегда будет что-то новое. Один человек пришел к учителю, расстроенный, и говорит, «Учитель, мне так плохо. Жена не радует, дети лентяи. На работе одни проблемы». Тогда этот мудрый учитель посмотрел на этого мужчину, взял листик бумаги, что-то на нем написал и дал ему. И там он увидел слова такие, «Так будет не всегда. Запомни это», — сказал учитель, «повесь эту надпись над порогом твоего дома и шаг за шагом исправляй ситуации, которые в твоем доме». И он повесил. Прошло какое-то время, он пришел к своему учителю и говорит, «Спасибо вам, вы мне так помогли, у меня все наладилось, у меня повысили на работе, дети пятерки приносят, жена вообще радует меня и восхищается мною. Я уже, наверное, сниму эту надпись, которую вы мне сказали». Он сказал, «Нет, не снимай, потому что так будет не всегда». И нам нужно об этом помнить, что времена меняются, но Царство Божье, оно внутри нас есть. И Царство Божье — это праведность, мир и радость в Духе Святом. Хочу сказать, что без Духа Святого мы ничего не будем иметь. Но Дух Божий, который Господь уже вложил в нас, Он уже это все мы имеем внутри. И Он все это может подниматься внутри нас. Вы знаете, если человек имеет недостаток в своей жизни Бога и недостаток в жизни, вот мы говорим о безбытке жизни, о том, чтобы реки и жизнь истекала через край, но если у нас недостаток в нашей жизни, что происходит? Происходят печальные вещи. Человек находится в состоянии неудовлетворенном. Человек находится, можно сказать, в депрессии, печали, в саможалости. Он ищет, как же мне выйти с этих проблем и ситуаций. Он жалуется на внешние вещи и утешается плотскими вещами. Если человек уповал всецело на свою работу и впоследствии ее теряет, то он будет испытывать даже внутреннюю боль, потому что опорой для него была его работа. И он будет заливать эту боль ненужной информацией в лучшем случае или какими-то другими грехами. Если человек делает своей опорой другого человека или что-то другое, это приходит недостаток в жизни. Когда мы уходим от Господа, от Христа, мы уходим от источника жизни. И жизнь, которая должна течь из нас, она останавливает свои потоки. Когда мы приходим к Богу каждый день, эта жизнь течет. Есть одно местописание, Еремея 17, 5-6. Его нужно частенько перечитывать. И там написано с 5 стиха «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, у которого сердце удаляется от Господа». Знаете, у неверующих людей сердце от Господа не удаляется. Оно к ним еще даже не приблизилось, к нему. Это говорится о верующих людях. Проклят человек, который надеется на плоть, и сердце которого удаляется от Господа. И вот картина, что с ним будет. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе. Поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной и необитаемой. Когда мы удаляемся от Бога, когда мы удаляем свое сердце от Христа в своей повседневной жизни, вы знаете, мы не будем видеть доброго. У нас все плохо будет. И то плохо, и то плохо, и то не так. И написано, поселится в местах знойных, в степи, бесплодной и необитаемой. Приходят бесплодия. Приходят какие-то вещи, которые совсем бы не хотелось, чтобы они пришли. Но когда мы прочитаем ниже, мы увидим в 7 стихе. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. «Ибо он будет, как дерево, посаженное при потоках вод, и пускающее корни свои у потока». Библия часто говорит о нас, как о деревьях. Мы должны пускать корни у потока. Я хочу спросить, где ваши корни сегодня? Куда вы пускаете свои корни? У потока ли они? Находитесь ли вы у потока каждый день? Такие люди, они не знают. Не знает оно, это дерево, да, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Везде засуха, а это дерево зеленеет, плодоносит, радуется. Мир Божий, праведность, это все жив с избытком. Но она приходит только от Бога. Недостаток Божьей жизни, это не очень хорошо. И Бог не предназначил нам иметь жизнь, которой не хватает. Бог предназначил нам жизнь, которая переливается через край. Аминь. Как же нам жить этой жизнью избытки? Как нам достигать это? Самое первое – это иметь личное общение с Богом. Самое первое – это иметь личное общение с Богом. Внутренняя Божья жизнь – это то, что приносит силы. Это то, что приносит удовлетворение. Есть внешняя жизнь, а есть внутренняя жизнь. Есть внешние какие-то дела, а есть внутреннее сердце, внутренняя личная жизнь с Богом. И знаете, что для Бога важнее? Наша внутренняя жизнь. И Бог желает, чтобы мы были с Ним очень много, очень долго, чтобы мы уделяли Ему время. Второе – как нам жить жизнью в избытке? Естественно, это читать Слово и молиться. Ведь Слово Божье – это и есть жизнь. Ведь в молитве на языках Святой Дух назидает нас. Реки воды живой начинают течь. Ведь в молитве на языках мы исполняемся Духом Святым. Слово и Дух Святой – это хлеб и вода для нашего духовного человека. Наш духовный человек не может поститься. Иногда мы вводим пост наш Дух, нашу Душу. Наш Дух, он постится у некоторых христиан. Но Бог предназначил посты для тела и для души, чтобы душа смирялась. А Дух, он должен всегда кушать, он должен всегда пить, он должен всегда напитываться жизнью Божьей для того, чтобы жить. Если вы не кормите свой Дух, и он у вас постится, вряд ли вы будете гореть для Бога, вряд ли вы будете идти для Него туда, куда Он вам скажет, вряд ли вы будете нести жизнь другим людям. Вам нужно кушать, вам нужно кормить свой Дух каждый день. И если вы не хотите, и у вас очень много всяких дел, вам нужно принять решение. От решения приходят тоже определенные вещи. Я принимаю решение, Господь, питать свой Дух каждый день. Каждое утро вы кушаете, каждое утро нужно питать свой Дух. или вечером кто-то сказал, если вы забегались и не нашли времени почитать Библию, вы действительно забегались. Поэтому перестаньте бегать, остановитесь, сказал Господь, и познайте, что Я Господь Бог ваш. Читать слово и молиться, это те вещи, которые важны. Есть одна история в Евангелии от Иоанна 2 главе, когда Иисус превращает воду в вино. Кто об этом помнит? Конечно. И когда Иисус превращает здесь воду в вино, здесь очень интересная притча. Написано, Иисус пришел на брак, и в третьем стихе сказано, и как не доставала вина, мать Иисуса говорит ему, вина у них нет. В Библии прообраз Духа Святого – это вино. Когда мы говорим о Духе Святом, о Святом мы можем говорить, что это как вино Духа Святого, мы часто говорим. И вот здесь написано, у них не достает вина Иисус. Мама переживает и говорит, не достает вина. Иисус говорит, что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. Мать его сказала служителям, что скажет он вам, то и сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или три меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. Итак, Иисус сказал свое слово. Во-первых, мать Иисуса сказала Мария, что скажет вам, то и сделайте. Если у вас сегодня нет вина Духа Святого, если вы сегодня, знаете, давно не упивались с Святым Духом и не исполнялись им, то знаете, что скажет вам Иисус, то и сделайте. А если мы хотим перемен нашей жизни, нам нужно слушаться Христа. И что Он говорит? А Иисус сегодня говорит, наполните сосуды водою. Каждый из нас есть Божий сосуд. А что такое вода? В Библии вода – это Слово Божье. Это прообраз Божьего Слова. И наполните свои сосуды Словом Божьим. Когда вы наполните свои сосуды Словом Божьим, когда вы будете наполняться Словом Божьим, тогда что сделает Иисус? Он превратит эту воду во что? В вино. Когда вы будете исполняться Словом Божьим и вы переполнитесь через край, вы будете исполнены Духом Святым. Без Слова не может быть исполнение Духом Святым. Когда уходит Слово, уходит и Дух Божий. Поэтому наполняйтесь Словом Божьим для того, чтобы быть исполненным Духом Святого. Молитесь на языках, это очень важно. Наполняйте до краем, начитывайтесь Библию до предела. Вы знаете, почему у нас сегодня иногда не хватает сил? Почему мы сегодня устаем? Естественно, физические тела устают, но внутри Господь готов сегодня обновлять наши жизни. Господь готов сегодня обновлять силы. И молодые юноши устают и падают, но надеющиеся на Господа обновятся в силе и потекут, как орлы, и не устанут. Это только потому, что Бог желает сегодня кормить и питать своих детей. Иногда смотрим мы друг на друга, и служители особенно говорят, ну, люди не хотят служить или еще что-то. Наше служение истекает от внутренней жизни. Когда мы призываем на молитвы, почему нас мало в зале? Да потому что какая наша внутренняя жизнь? Господь хочет, чтобы мы были исполнены Словом, и тогда мы будем бежать и стремиться туда, куда он желает. Это второй момент. Наполняться Словом, и вы исполнитесь Духом. Третий момент. Нужно всегда надеяться и уповать на Бога в любой ситуации. Всегда. Если приходят трудности, и ты проходишь пустыню, знай всегда, что в пустыне Бог для тебя приготовил хлеб и воду. Хлеб и воду. Вы знаете, я когда-то видела видение, которое Бог лично мне показал. Вот я просто с ним поделюсь. Когда-то я себя видела, что я иду, и передо мной много работы, и я вроде бы, ну, знаете, солнце печет, жарко, и я чувствую, я такая устала, я, Боже, говорю, у меня дальше нету сил идти, я уже не могу. Да, и Бог мне говорит, у меня для тебя есть хлеб и вода, и дает мне в своих руках, дает мне хлеб, дает мне воду, говорит, кушай. Это видение Господь мне показал, что мне нужно делать. Когда уже нет сил идти, когда не хочется служить, когда не хочется идти и что-то делать для Господа, начинай читать Слово Божье, начинай питаться от Господа, начинай питаться Его живым хлебом, упиваться Его живой водой, и Он обязательно укрепит, и ты сможешь делать для Него больше, чем ты думаешь. То, что Бог предназначен для нас, это огромные вещи. Каждый сидящий в этом зале, Бог для вас имеет огромные, огромные вложил в вас дары и таланты, и вы должны это все сделать, вы должны исполнить волю Божию на этой земле, но без Его Духа Святого, без Его хлеба и слова вы не сможете. И нам нужно питаться Господом. Иоанна 6, 35. Я есть хлеб жизни. Приходящие ко мне не будут алкать, и верующие меня не будут жаждать никогда. Да, приходящие ко мне. Приходим ли мы к Господу каждый день, по-настоящему, от всего сердца, с благодарностью. Если тебе сегодня тяжело, и ты изнемогаешь от жары, от палящего солнца, от испытаний, беги к Иисусу. Он твой источник, Он живая вода, Он может обновить тебя. Вы знаете, я прочитала, что есть одна разновидность. Такие пальмы интересные. И есть такая разновидность пальмы, она растет в знойных песках, в пустынях. И она впитывает в себя влагу из воздуха. И потом она задерживает эту влагу и орошает то, что вокруг нее находится. То есть идет как бы, роса падает от этой пальмы. И вокруг такой пальмы очень часто другие растения вырастают. И вроде бы такой оазис среди пустыни. Бог создал такую пальму, которая есть в пустыне. Это как наглядный пример для нас. И знаете, в то время, когда реки высыхают, когда нету дождя в этой пустыне, когда все живое прекращает свое существование, это дерево живет само по себе и творит возле себя жизнь. У такой пальмы очень глубочащие корни, которые достают до таких глубин воды, что никто еще не знает, какие там глубины. И эта пальма, она живет среди такой пустыни и мало того, дает жизнь другим. И если вы сегодня проходите пустыню, это не значит, что мне нужно, так сказать, страдать и вообще мучиться. Это значит, тебе нужно жить полноценной жизнью и давать еще эту жизнь другим. А она приходит от Господа. И четвертый момент, самое последнее, что бы хотелось сказать, это то, если вы хотите жить жизнью избытком, вам нужно пребывать в воле Божьей. Пребывать в воле Божьей. Почему? Потому что жизнь избытком – это удовлетворение. И если вы хотите жить избытком и быть удовлетворенным, вам нужно исполнять волю Божью на этой земле. Вам нужно быть в центре воли Божьей. Иногда люди идут в воле Божьей и могут выйти из воли Божьей и стать на другое место по своей собственной воле. Сказать, да, я не хочу идти туда, куда ты меня ведешь. Но знаете, Бог силен вернуть нас в центр своей воли. И это очень важно. Это очень важно. И для этого нам нужно говорить, Господь, я нахожусь в центре твоей воли, я нахожусь в воле твоей, я нахожусь прямо там, где ты меня поставил. И Бог по твоим словам, по твоей вере, Он ставит тебя туда, куда надо. Когда Иисус был с учениками, и ученики проголодались и пошли купить пищи, это Иоанна 4 главе, то они пришли и говорили, принесли ему хлеб, булки, говорят, учитель, мы тебе кушать принесли, ешь. Они, видно, целый день служили, уже были голодны. И странно Иисус ответил, Иоанна 4,32. Но Он сказал им, у меня есть пища, которой вы не знаете. Он говорит, у меня пища, которую вы не знаете. И что же это за пища? Они говорят, разве кто ему кушать принес? Странно, какие-то деликатесы, что мы даже еще и не знаем. Кто ему принес это поесть? А Иисус говорит, моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. Почему Иисус так сказал? Потому что, когда ты исполняешь Его волю и находишься в центре Его Божьей воли, ты имеешь такое внутреннее удовлетворение от Бога, что тебе не удовлетворит никакая пища, ни хлеб физический, ни деликатесы, ничто другое. Но вот это удовлетворение, оно приносит насыщение Духа. И Он говорит, что я, говорит, у меня есть пища творить волю Божью. Вы будете удовлетворены только тогда, когда вы будете находиться там, где Бог вас хочет видеть. И если вы сегодня вышли из центра Божьей воли, покайтесь и скажите, Господь, веди меня эту волю. И каждый день просыпайтесь и говорите, благодарю Тебя, что я в центре Твоей воли, Господь. Благодарю Тебя, что я там, где Ты меня поставил. И смотрите, как Бог будет вас вводить обратно. Когда вы не в воле Божьей, вы не удовлетворены своей христианской жизнью. Вы не удовлетворены абсолютно. Вас что-то не устраивает, вам что-то не нравится или еще что-то. Говорите, Господь, я в центре Твоей воли. Я там, где Ты меня поставил. Ведь Бог в теле разместил каждого из нас там, где мы должны быть. Поэтому, дорогие братья и сестры, Господь приготовил для нас чудесную жизнь. Жизнь с избытком. И это жизнь, которая дана каждому из нас. И кто-то ее возьмет и будет жить. А кто-то скажет, мне некогда. У меня своя жизнь. И он не будет наслаждаться тем, что Бог приготовил. Это все зависит от вашего выбора. От вашего выбора зависит все. Поэтому выбери сегодня настоящую жизнь с избытком. Жизнь, которая приносит потоки, реки, которые текут на других людей. Эта жизнь с избытком, она окажет влияние не только на твою духовную жизнь, но и на материальную тоже. Когда ты говоришь, что у меня жизнь с избытком, придет и материальное благословение. Но Бог сначала дает духовное. И Господь говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Это так просто. Это так легко. Это просто прийти к Нему и сказать, Господь, я хочу пить. Я хочу пить реки Твоей воды живой. Я хочу, чтобы Ты меня напитал. Если кто жаждет, иди ко мне и пей. Бог сегодня желает, чтобы мы, христиане, были обновлены в Духе Святом. Чтобы мы сегодня не волочили свою христианскую жизнь. Чтобы мы не просто назывались христианами, но чтобы мы были источниками, через которых истекает жизнь для других. Если каждый из нас будет источником воды живой, если каждый из нас будет фонтаном, представьте, что будет в нашем городе. Все, знаете, когда много воды, рыба плывет туда, где много воды, да? И когда мы будем истекать вода, рыба к вам будет плыть. Неверующие люди, они будут заплывать в ваши сети, и будут приплывать в церковь, и мы будем все вместе это делать. Но нам нужно ревновать по Богу. Нам нужно идти за Ним. Нам нужно идти к Нему. И без Бога мы ничего не сможем. Если мы хотим быть живыми христианами, нам нужно быть у источника жизни. Бог сегодня зовет тебя и говорит, «Иди ко мне. Я дам тебе воду, я дам тебе хлеб. Оставь всю суету и заботу каждого дня и поставь меня на первое место в своей жизни. И ты будешь жить с избытком». Давайте помолимся, чтобы Бог наполнил нас этой жизнью и обновил нас в силе. Аллилуйя Иисус! Господь, мы так благодарны Тебе. Мы благодарим Тебя за то, что Ты, Господи. Господь, Ты имеешь для нас огромное благословение. Ты, Господь, даешь нам свою жизнь, которая с избытком. Мы благодарим Тебя, что Ты наполнил нас своей жизнью, жизнью, которая внутри нас. Мы благодарим Тебя, что это внутри каждого из нас, Господь. И я прошу Тебя, чтобы каждый сейчас, Господь, открыл свое сердце пред Тобою и начал жить для Тебя, как Ты этого хочешь, Как ты этого желаешь. Кто сегодня нуждается, Господь, в силе твоей обновлений, обнови. Исполни свою силу и радостью, и праведностью, и миром. Исполни, Боже, если есть какой-то грех, какие-то камни, которые мешают в воде течь. Господь, мы просим тебя, убери всякий грех. Мы каемся за все, что мы делали неправильно при тобою. Очисти, освяти нас, Господь Святой. Боже, мы благодарим тебя, что ты прощаешь, что ты освящаешь, Господь. Что ты даешь нам в свою праведность и мир. Боже, наполняй сегодня каждого из нас своими потоками благодати и милости. Исполняй свою жизнь. Ты сказал, иди ко мне и пей. Иди ко мне и пей. Прибегай ко мне и напояйся. Пей воду живую. Пей воду живую. Господь, дай нам каждый день, стоя при твоим престолом милости и благодати. И пей твою же воду от Источника. Пей твою воду, Господь, от тебя. И слово твоего, Господь, черпай, Господи, эту жизнь. Господь, дай нам всегда, Господи, быть там, где ты желаешь. Дай нам пребывать в центре твоей воли, Божией. Боже, Господь, обновляй сегодня каждого из нас. Обновляй, Господь. И продолжай эту работу сегодня ночью, завтра днем, Господь. И все дни эти, Боже, мы просим тебя. Господь, направляй наши глаза на тебя, чтобы каждый из нас. Он искал тебя прежде всего, чтобы мы утешались тобою. И, Господь, чтобы мы упивались тобою, чтобы ты был нашим единственным утешением, удовлетворением жизни. Пусть, Господь, отпадет все то, что не удовлетворяет. Пусть это уйдет на задний план, но на первом месте будешь ты. Господь, ты являешь свою славу в нашей жизни. Ты даешь свой мир, ты даешь праведность, любовь внутри каждого из нас. Господь, касайся каждого сердца, чтобы каждый из нас, он обновлялся тобою, обновлялся милостью твоей благодатью. Господь, прикасайся к нам, мы все нуждаемся в тебе. Мы нуждаемся в обновлении силы. Без тебя мы не можем ничего. Господь, мы хотим делать то, что ты приготовил для нас. Мы хотим служить тебе там, где ты хочешь. Но нам нужна твоя вода, твой хлеб, твоя пища. Напитывай нас собою. Напитывай, напитывай, Господь. Мы принимаем от себя потоки жизни. Мы принимаем от себя, Господь, Духа Святого. Мы принимаем от себя, Господь, твою жизнь избытком. Мы принимаем от себя, Господь, просто все, что ты даешь. Мы принимаем мир и праведность, любовь и радость. Мы принимаем реки воды живой. Мы принимаем, Господь, и мы хотим ходить в этом, Боже. Мы хотим нести, Господь, и быть источниками живой воды, чтобы давать это другим. Господи, пусть сядь наша церковь, она идет в этих вещах. Пусть мы течем, Боже, в потоке Твоей любви и благодати, Твоей жизни, Господь, жизнь с избытком в каждом из нас, жизнь с избытком в каждом из нас. Мы имеем избыток жизни, чтобы делиться, чтобы делиться с другими людьми, чтобы нести это другим. Господь, наполняй больше и больше, наполняй больше и больше, Господь, исполняй, переполняй сосуды Твои, чтобы, Господь, понесли Твое Слово до краев земли, Господь, во имя Твое, Боже, наполняй силой духа святого, Боже, и обличай, Господь, и обновляй, Господь, во имя Иисуса Христа. Боже, слава Тебе, мы поклоняемся Тебе, Господь, и славим Твое великое святое имя, мы благодарим Тебя за Твою жизнь в нас. Господь, пусть никто сегодня не уйдет, Господь, таким, как пришел, пусть каждый, Господь, Боже, примет от Тебя то, что Ты приготовил, Пусть каждый, Господь, продолжай работу с каждым из нас, Господь, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, мы величаем Тебя, Святой Господь, Ты достоин славы и хвалы, мы верим в то, что Ты дал нам то, в чем мы нуждаемся, Господь, спасибо Тебе, наш Царь, мы поклоняемся Тебе, мы величаем Тебя, наш великий Господь, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Аминь, слава Богу. Субтитры создавал DimaTorzok